Дорогие слушатели! Вечернее богослужение. Мы перед молитвой прочитаем Слово Божие и помолимся. Исайя 12 глава. Вечернее богослужение. Вечернее богослужение. И Твое управление. И только Ты можешь послать нам благословение и благодать Твою Святую. Говори нашим сердцам в этом собрании. Используй для этого братьев, используй для этого сестер. Всех, кто будет сегодня участвовать в нашем богослужебном собрании. Наполни их Твоей благодатью, чтобы имени Твоему неслась честь, хвала и слава. Господи, здесь устрой себе жертвенник и славу святому имени Твоему. И прими, Господи, это благовухание, как вечернюю жертву от народа Твоего. Об этом просим Тебя во имя Иисуса Христа. Аминь. Песня. 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 Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон» «Есть за что Христа благодарить. Он мне купил небесное жилище. Вот почему мне хочется любить. Все чаще, чище, искренне и чище». Кто-то написал этот гимн, и я представляю, какая была радость у этого человека, когда Господь вложил ему эти слова на его уста. От Луки, 17 глава. Вместе хотелось бы, чтобы мы проследили текст, который будем читать с 11 стиха. Луки, 17 глава, с 11 стиха по 19. «Идя в Иерусалим, он проходил между Самарией и Галилеей. И когда входил он в одно селение, встретили его десять человек прокаженных, которые остановились вдали. И громким голосом говорили, «Иисус, наставник, помилуй нас!» Увидев их, он сказал им, «Пойдите, покажитесь священникам». «И когда они шли, очистились. Один же из них, видя, что исцелен, возвратился громким голосом, прославляя Бога. И пал ниц к ногам его, благодаря его. И это был Самарянин». Тогда Иисус сказал, «Не десять ли очистились? Где же девять? Как они не возвратились воздать славу Богу, кроме всего иноплеменника?» «И сказал ему, «Встань, иди, вера твоя спасла тебя». Прекрасный момент, я думаю, вполне или на сто процентов может оценить только тот, кто был болен проказой. И он понимает, что это за болезнь. В тот момент, я не знаю, эти вот люди собрались вместе, потому что у них было одно горе. Все они были покажены. Они понимали друг друга, и каждый из них по-особенному, наверное, хотел чего-то особенного в жизни. Одного только, дорогие друзья. Только одного. Быть исцеленным от этой проказы, чтобы можно было вернуться в семью. Сегодня утром мы вспоминали цену искупления нашего. И все человечество, оно заболело от этого проказа и греха. Приятно, когда мы можем склониться в церкви и благодарить Бога за то, что Он исцелил нас от этой проказы. Мы стали Его детьми. Бог нам подарил освобождение. Я представляю тот момент, когда они шли и думали, ну, когда же наступит этот день, прекрасный день в нашей жизни. Когда они увидели Христа, у них, у каждого появилась эта надежда. Мы замечаем, они сделали один шаг. Что они начали делать, дорогие друзья, братья и сестры? Взывать громким голосом. Это, наверное, один из тех моментов, когда у них не было выхода. Одна возможность – взывать, чтобы Господь их услышал, чтобы Иисус Христос их исцелил. И когда они уже шли показаться священникам, я представляю, какая радость была на их устах. Как они торжествовали, ликовали в том, что смотрят, один исцеляется, второй исцеляется. И придя, показав священникам, что они чисты, один из них решил вернуться обратно. Знаете, это мне напоминает сегодняшний день, дорогие друзья, когда у нас есть много проблем, у нас есть много нужд. Можно взять только десять, скажем, десять нужд. Мы, когда пристаем перед Богом, говорим, Господи, есть вот эта вот нужда, вот эта нужда, вот эта нужда. Бог знает прежде нашего прошения, но все равно мы готовы сказать Богу в молитве. И когда Бог отвечает на все вот эти вот десять нужд, замечая за собой, мы благодарим только за одну. Хотелось бы, чтобы мы могли всегда в нашей жизни быть благодарными. Чтобы мы могли произносить вот это вот слово благодарности нашему Богу за то, что Он знает прежде нашего прошения и посылает. Если мы читаем еще некоторые стихи с 18 главы, мы находим интересный момент, который должен присутствовать в жизни человека, или качество. 18 глава, с 11 стиха. Фарисей, встав, молился сам в себе так. «Боже, благодарю Тебя, что я не таков, как прочие люди, грабители, обидчики, прелюбодеи, или как этот мытарь. Пощусь два раза в неделю, даю десятую часть из всего, что приобретаю. Мытарь же, стоя вдали, не смел даже поднять глаз на небо. Но, ударяя себя в грудь, говорил, «Боже, будь милостив ко мне, грешнику. Сказываю вам, что сей пошел оправданным в дом свой более, нежели тот». Я себе представил просто на один миг то же самое. Мы приходим в церковь, и Бог, наблюдая за каждым из нас, за каждым из нас, Он ставит над каждым из нас Его око, и Он дает оценку нам. Может, мы таким же образом помышляем, не молимся, а помышляем. Ну, я же не таков, как рядом со мной сидящий, или как вот этот человек, или как вот эта вот сестра. Возможно, у нас были такие мысли. И Бог, проверяя нас, говорит, он пошел или она пошла более оправданным, нежели ты. Дорогие друзья, я хочу заметить, что Священное Писание учит нас. Из первого текста учит нас благодарить Бога. Из второго текста мы видим, что у нас должно присутствовать в жизни и в нашей молитве смирение перед Богом. Хотелось бы, чтобы мы могли и в этом служении еще больше и больше почерпать тех истин, которые Бог приготовил для нас в этот вечер. И золотым стихом для нас я хочу, чтобы мы оставили для себя на эту неделю стих, который записан 1 Фессалоникийцам, 5 глава, 18 стих. «За все благодарите, ибо такова о вас воля Божия во Христе Иисусе». Естественно, это в молитве, когда мы научимся благодарить с малого, нам это будет легко. Это то же самое, как мы привыкли воду пить. Уже когда жажда нас мучает, мы готовы все оставить и быстренько побежать попить воды. Дальше продолжаем свои дела. Хотелось бы тоже таким же образом, чтобы у нас работало в молитве благодарение. Когда мы видим, как Бог благословляет нас, когда чудесным образом охраняет нас, чтобы мы могли действительно сказать Богу слова благодарности за Его охрану, за милость, за спасение, которое Он подарил нам всем. Слава Ему за это. Аминь. Приглашаю вас к молитве. Аминь. 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 Молись, душа, тебе нужна молитва, Чтоб не заснуть и вечность не проспать, В ней для тебя спокойней будет битва, Она поможет, чтобы не упасть. Молись, душа, всегда и непрестанно, И на молитву время не жалей, И знай, лукавый будет постоянно Сон наводить на Божьих детей. Молись, душа, учись в молитве слушать, Духовный слух не надо притуплять, Не только телу надо пить и кушать, Но душу также надо подкреплять. Молись, душа, сам Бог тебе ответит И не оставит в мире без плода, Иисуса грешник сам в тебе заметит И возродится духом для Христа. Молись, душа, и попытайся в жизни Святого Духа ты не огорчать, Стремись душой парить к святой отчизне, Чтоб крылья веры к Богу поднимать. Молись, душа, учись уроки Бога Беспрекословно в жизни принимать, С молитвой легче трудная дорога, Ведь только с ней ты можешь устоять. Молись, душа, тогда, когда нет силы Бороться против козней сатаны, Молись, душа, до самой, до могилы, Обетования Богом нам даны. Молись, душа, победа есть в молитве, В ней твой венец, жемчужина твоя, Не уставай в большой неравной битве, Виднеются уж райские края. Аминь. Молись, душа, победа есть в молитве, Субтитры подогнал «Симон» 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 Первый раз на коленях ты стоял, Я был рядом и словам твоим внимал. Прости, Отец, я каюсь, В молитве ты проси, Я снял твой грех, обнял и все прости. Ты в руках моих всегда, как дитя, Вся любовь моя лишь только для тебя. Когда ты повзрослеешь, даже и тогда, Ты в руках моих всегда, как дитя. Ты в руках моих всегда, как дитя. Вся любовь моя лишь только для тебя. Когда ты постареешь, даже и тогда, Ты в руках моих всегда, как дитя. 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 Я самою с собой на войне много лет Не смирюсь со своей судьбою я, нет Я не верю, что жизнь поражений судьба Я не верю, что тщетна, бесплодна борьба Пожалей меня, Боже, молю, пожалей Я хочу, чтобы жизнь моя стала светлей Я хочу, чтобы совесть была от креста Я хочу, чтобы покой в моем сердце настал Для меня ты всего в этом мире мирей Пожалей меня, Боже, молю, пожалей Твое слово гласит, что кто ищет, найдет Что ты силу даешь тому, кто упадет Что ты любишь того, кто тебя возлюбит Что победа в тебе, что ты мир победит Субтитры создавал DimaTorzok Потому я к тебе за подмогой иду Знаю, откликов в душах людей не найду Знаю, святость в тебе и победа на взлом Знаю, счастье в тебе я уверена в том Пожалей меня, Боже, молю, пожалей Пожалей Я хочу, чтобы жизнь моя стала светлей Я хочу, чтобы совесть была от креста Я хочу, чтобы покой в моем сердце настал Для меня ты всего в этом мире милей Пожалей меня, Боже, молю Пожалей Пожалей Слава Богу Приветствую вас, дорогие друзья, дорогая церковь Слава нашему Господу, что мы можем находиться на этом месте И это святое место, это особое место Потому что на этом месте присутствует Господь И мы у ног Его, слава нашему Господу Знаете, когда люди куда-то собираются в дорогу Часто пишут какие-то списки, что взять с собой в путь в путь Потому что все не возьмешь И как-то усмотреть самое главное И, наверное, много перечень, большой перечень, что взять Ну, наверное, самое главное пишется сначала И, может быть, выделяется или подчеркивается это Вот это самое главное Не забыть взять это Я бы хотел, чтобы мы задали себе такой вопрос Что самое главное в жизни христианина? Какое Какое Может быть Какой-то Характер какой-то Что-то в нашей жизни Что самое главное? Мы знаем, что, конечно, самое главное – это Господь, Бог Но я хотел бы сказать, что для нас Вот что никто, а что важное? Я вот так работая даже Уже рассуждая над этой темой Спрашивал у некоторых своих друзей на работе Спрашивал, как они считают, что самое главное? И очень было много важного перечислено Правильного Вот И некоторые говорили, вера – это очень важно И действительно, без веры угодить Богу невозможно Так важно Важно, чтобы это была вера у человека Некоторые говорят, что необходимы добрые дела И действительно, на добрые дела мы созданы И это очень важно – делать добрые дела на земле Потому что, если прожить жизнь и жить только для себя Никому ничего доброго не сделать И это будет правильно И некоторые сказали, что самое важное – это, наверное, святость Я думаю, что тоже это правильно Святость Имейте мир и святость, без которой никто не увидит Господа А мы же для этого живем на земле Чтобы когда-то его встретить и увидеть его лицом к лицу Что еще самое важное? И некоторые говорили правильно Я думаю, что самое важное действительно – это является любовь И сейчас вот в общем пении мы пропели «Любовь Христа безмерно велика» И я хотел бы вот на этот день, когда мы вспоминали любви Божьей Были эти знаки перед нами – хлеб, вино И мы вспоминали эту дорогую цену, которую Иисус Христос заплатил за нас Это все-таки Божья любовь Я хотел бы, чтобы мы порассуждали об этом качестве, которое действительно нужно и нам на земле Я думаю, что это самое главное Я хотел бы, чтобы мы вместе прочитали в первом послании Иоанна, 4 глава, прочитаем 7-8 стихи Первое послание Иоанна, 4 глава, 7 стих Дорогие друзья, любовь – это не только как бы какое-то качество Бога Это сущность Бога, Бог есть любовь Когда Иисуса Христа подошли первосвященники, книжники спрашивают, какая самая большая заповедь Иисус Христос сказал, что возлюби Бога всем сердцем, всею душою, всем разумением, всею крепостью Твоею И ближнего Твоего, как самого себя На этой заповеди весь закон и пророки Это самое главное Знаете, в Библии очень много мест, говорящих о любви И вот я прочитал Евангелие от Иоанна И тут так много сказано в Евангелии, в послании Иоанна В послании Иоанна так много сказано о любви И я слышал, что Иоанна называют учеником любви Если мы будем читать это Евангелие, это послание, тут так много слов возлюбленные Так много слов о любви И он каким-то таким нежным, отцовским, я бы сказал, голосом Хотя голос его не слышно, но этот почерк его любви Так сильно он, так он пропитан на это послание все И даже само Евангелие от Иоанна Мы знаем, что самый золотой стих Библии Записан в этом Евангелии от Иоанна Иоанна 3,16 И этот стих говорится также о любви Ибо так возлюбил Бог мир Что отдал Сына Своего Единородного Дабы всякий верующий в Него не погиб Но имел жизнь вечную Мы знаем, что о любви сказано и в псалмах О любви сказано в песнях, песней О любви сказано, как мы говорим уже и в Евангелии от Иоанна Есть песнь любви в 1 Коринфянам, 13 глава Очень прекрасная глава, которая много говорит о любви Но если по большому счету считать Вся Библия, все Слово Божие Это послание Бога Послание любви Бога к человекам Послание Бога к нам, людям Это Его послание любви Это так важно Так важно это уловить Так важно это прочувствовать Так важно понять это И не только понять Божью любовь, которую Бог проявил к нам Но и то, что Бог хочет от нас Знаете Я хочу прочитать так же вместе Что мы прочитали с Колоссяном 3 глава 12 стих Колоссянам 3 глава 12 стих «Итак, облетитесь, как избранные Божьи святые, возлюбленные в милосердие, благость, смиренномудрие, кротость, долготерпение, снисходя друг к другу и прощая взаимно, если кто на кого имеет жалобу, как Христос простил вас, так и вы Более всего облекитесь в любовь, которой есть совокупность совершенства» Тут апостол Павел называет любовь – это совокупность совершенства И вот как бы эти вещи, которые нам нужно взять с собой в дорогу Облекитесь, оденьтесь в это все И если вот в 12 стихе тут начинает так, что Облекитесь в милосердие Мы все знаем такое Такое слово, как Справедливость И я тоже так вот спрашивал Некоторых и даже своих деток Как они считают, справедливость – это хорошо или плохо? Ну, fair Справедливо Да, это может быть хорошо, может быть плохо Действительно, это очень интересное качество или свойство человека – быть справедливым И многие люди ценят эту справедливость Говорят, этот человек справедливый Но справедливость, она очень тесно связана с законом Это по справедливости Если человек что-то заслужил, заслужил наказание По справедливости – наказание тебе Если человек заслужил поощрение, по справедливости тебе поощрение Ну вот апостол Павел, он к чему-то большему призывает нас здесь и говорит, облекитесь в милосердие. Справедливость, если она с любовью, это уже получается милосердие. Без любви справедливость – это жестокость, это закон. А с любовью – это милосердие, это милость. Справедливость – это то, что человек заслуживает. Милость – это то, что человек не заслуживает. Это когда человек не заслуживает милости, но к нему проявляется эта милость. И вот апостол Павел говорит, облекитесь в этом милосердие. Это когда эта справедливость, она обвернута в эту любовь, тогда у нас получается милосердие, что-то большее. И дальше – благость. Благость, я думаю, что это еще большее качество. Это, наверное, так близко, оно с благодатью. А что такое благодать? Благодать – это не просто незаслуженная милость Божия. Благодать – это когда мы получаем то, что мы не заслуживаем. Справедливость – это когда мы получаем то, что мы заслуживаем. Милость – это когда мы получаем то, что мы заслуживаем. А благодать – это когда мы получаем то, что мы не заслуживаем. Вот мы не заслужили милости от Бога. И кроме того, больше того, мы не заслужили вечности. Мы не заслужили того, чтобы назваться и быть детьми Божьими. Спасение. Он не только искупил нас и освободил нас от греха. Он нас посадил на небесах. Он назвал нас детьми своими. Это благодать Божия. Благодатью вы спасены. И сие нет вас. Это Божий дар, чтобы никто не хвалился. Мы сегодня слышали об этом утром. Это такие качества. Смеренно-мудрее. Вообще знание, написано, что оно надмевает. А вот смиренно-мудрее – это, мне кажется, когда знание, оно обвернутое в любовь. А любовь оно назидает. Вот когда мы наше знание обвертаем его в любовь, то получается смиренно-мудрее. Какое хорошее качество, если мы им владеем. Кротость. Вообще, кротость – это большая сила, которая под контролем. Когда укращают, бывает, сильных зверей, львов, тигров. Они же сильные звери. Человек говорит им, что делать они делают. Написано, что язык никто не может укротить. Это зло неудержимое. А вот если у нас есть кротость эта, это, наверное, любовно заставляет к этому. Человека никто не заставит молчать, если он сам этого не захочет. Человека никто не заставит что-то не сделать, не ответить, если он сам это не сделает. Я думаю, самое важное и самое хорошее, если эта любовь в нас действует, если она нами руководит, если она нами владычествует, снисходя друг к другу и прощая взаимно, если кто на кого имеет жалобу. Как Христос простил, так и вы. Как Христос, так и вы. Какое сравнение. Потому что любовь – это совокупность совершенства. И даже вот в этой же послании Иоанна, в 4 главе 17 стихом написано, «Любовь до того совершенства достигает в нас, что мы имеем дерзновение в день суда, потому что поступаем в мире всем, как Он». Любовь до того совершенства достигает в нас. Любовь достигает в нас совершенства. Вот что еще в нас может достигнуть совершенства? Знаете, если человек святой, но он без любви, мне кажется, это будет фарисей. Если у человека есть большая вера, но она будет без любви, это будет религия. Как нам нужна и необходима любовь. Я тоже хотел, чтобы мы вместе прочитали еще в послании Коринфянам, эту 13 главу, почитаю только 3 стиха. Вообще, это очень хорошая глава. Если кто, может, забыл или не помнит, или хочет еще раз вспомнить, хорошо бы, чтобы мы дома или вообще любили часто читать такие послания любви Бога и напоминания, как нам жить по любви. Я прочитаю 13 глава 1 Коринфянам. Если я говорю языками человеческими и ангельскими, а любви не имею, то я медь звенящая или кимвал звучащий. Если имею дар пророчества и знаю все тайны, и имею всякое познание и всю веру, так что могу и горы переставлять, а любви не имею, то я ничто. И если я раздам всеимение мое и отдам тело мое на сожжение, а любви не имею, то нет мне в том никакой пользы. Без любви и большая вера, которая может переставлять горы, она ничто. И даже если у меня будет такая жертвенность, что я тело мое отдам на сожжение, а если я любви не имею, то это все ничто. Я думаю, что Господь хочет, чтобы мы проверили свое сердце. Или есть у меня эта любовь, которая должна провести меня через эту жизнь, из которой я смогу достигнуть вечности. Знаете, Иисус Христос, когда был на земле, Он проповедовал любовь. А вот книжники, фарисеи, законники, они как-то не могли это совместить с этим словом закона. Вот один раз они, мы читаем это тоже в Англии, от Иоанна восьмой главе, привели одну женщину к Иисусу. Женщину, взятую в грехе, в прелюбодеянии. И они говорят, закон говорит побивать таких камнями. Что ты скажешь? А Он проповедовал благодать, Он проповедовал любовь. И они хотели поставить Его в тупик. Что Он теперь может сказать? Где теперь справедливость? Где теперь закон? И действительно, с человеческой точки зрения, что можно еще сказать? Благодать встретилась с законом. Как быть? Конечно, Христа никогда нельзя поставить в тупик. Иисус Христос сказал, кто из вас без греха? Первый! Возьми камень и кидай в нее! И Он упустил свою голову и писал на песке что-то. И они все от старшего начинали уходить. И все ушли. Никого не осталось. Никто не осудил. И Христос говорит, и Я не осуждаю тебя. Он простил. Это любовь. Она больше, чем закон. Она превыше закона. Другой пример. В Евангелии от Матфея, в 18 главе записано, Иисус Христос сказал такую притчу. О одном человеке богатом, которому другой человек должен был 10 тысяч талантов. И так как тот человек не мог заплатить, потому что была очень большая сумма, очень большой долг, то этот человек сказал, чтобы взять его, продать его жену и детей. И тогда этот человек взмолился к этому господину. Взмолился и начал просить, потерпи на мне, и я все отдам тебе. Я думаю, господин этот хозяин знал, что он не сможет отдать. Но он простил его и отпустил. Какая любовь. Какое милосердие. Какое снисхождение. Но потом этот человек вышел и встретил своего товарища, который должен был ему 100 динариев. И он сказал, что дай ему, дай мне, дай мне, что ты должен. Тот не мог. Я говорю, потерпи, я тебе отдам. Он его взял и заточил в темницу и сказал, что пока не отдашь всего. Дорогие друзья, это не просто притча, не просто это было сказано для них, это сказано сегодня для нас. Нам прощена такая большая цена. Мы сегодня слышали и видели эти знаки любви Божьей. Перед нами сегодня был начертан Христос, который распятый был за наши грехи. И знаете, я хочу сказать больше, не грехи свели Иисуса Христа на землю для того, чтобы Он все-таки нас искупил, простил, омыл, очистил. Не грехи наши. Это сделала Его любовь. Не написано, что грехи человечества свели Христа, и Он так возлюбил, и потому Он пришел на эту землю, чтобы отдать Сына Своего. Написано, что Он так возлюбил мир, любовь это сделала. Любовь ко Мне, любовь к каждому из нас, любовь к каждому человеку. Это сделала любовь, что Иисус Христос пришел на эту землю. Знаете, еще один положительный пример. Один человек, написано, что это был Симон Прокаженный, пригласил Иисуса Христа в свою горницу. Какой-то немножко парадокс, может, как мы подумаем, как этот Симон Прокаженный пригласил людей, пригласил на ужин к себе домой. Я думаю, что от этого Симона осталось еще такое название Прокаженный. Но мы знаем, что когда люди встречались с Иисусом Христом, Христос их исцелял, Христос их миловал, Христос их благословлял, Христос воскрешал, Христос сделал чудеса. И, наверное, в знак благодарности этот человек пригласил к себе домой и сделал большой ужин. Но на этот ужин пришла одна женщина, грешница, написано. И она пришла с драгоценным сосудом, и она разбила этот сосуд с миром, и помазала ноги его, и отерла волосами эти ноги. И этот человек подумал, если бы Иисус Христос знал, кто эта женщина прикасается к Нему, потому что она грешница. А Христос говорит, что кому много прощено, тот много любит. Этот человек, фарисей, он, наверное, не считал себя таким грешником великим. Да, он в знак благодарности сделал этот ужин. А эта женщина видела свои грехи. И она в знак своей благодарности оказывала эту ответную любовь к своему Учителю, к своему Спасителю. Кто много грешит, кому много прощено, тот много любит. А может, бывает и по-другому. Бывает, мы забываем любить. Бывает, нам много прощено, как тому человеку, которому было прощено 10 тысяч талантов, а он встретил своего товарища и забыл его любить. Дорогие друзья, это все Слово Божие, оно сказано для нас. Потому что самое главное в жизни христианина – это любовь. Если все остальное у нас есть, но любви у нас нет, то мы прочитали это все ничто. Проверим себя. Может, я смотрю, чтобы я был святой, чтобы у меня ничего не было, но это законничество, это такое, может быть, показное фарисейство. есть ли в моем сердце любовь. Это так важно. Благодатью мы спасены. Это любовь Божья. Пусть Господь поможет нам, чтобы эта любовь, которую мы прочитали, которую мы знаем, которую мы проповедуем, которую мы слышим, чтобы эта любовь была в нашем сердце, что мы постоянно следили за собой, правильно мы ли поступаем, делаем мы ли мы по любви это. Потому что если мы без любви даже делаем какое-то увещевание, это получается обличение просто. Это получается, может быть, какой-то надменность с нашей стороны. Мы что-то делаем и говорим, вот я лучше тебя. А написано, что цель увещевания – это любого чистого сердца. Давайте, если мы говорим что-то кому-то, проверим, я могу это сказать с любовью. Если могу, то я должен сделать это. От чистого сердца любовь во мне буду я увещевать. Если нет этого во мне, наверное, лучше промолчать. В последнее время написано, что любовь охладевает. И я думаю, что мы это в себе самое большее можем увидеть. Мы часто как-то видим, что эта любовь какая-то делается тепленькая, а может даже холодная. Но Господь хочет, чтобы у нас эта любовь горела. Один раз он на берегу одного озера спрашивает Петра, Петр, любишь ли ты меня больше, нежели они? Какой-то интересный вопрос. Мы все любим Иисуса Христа. Мы любим, я думаю, мы все любим. Но Иисус Христос не спросил Петра, любите ли вы все меня? Любишь ты, Петр, так же, как все? Он спросил, любишь ли ты больше, чем они? Я думаю, что Христос сегодня спрашивает этот вопрос сегодня и меня, и вас. Любишь ли ты сегодня меня больше, нежели они? Мне как-то нравится, как Иоанн, этот Иоанн, который написал Евангелие, и послание, что мы сейчас читаем, он себя называет в этом послании ученик, которого любил Иисус. Ну, неужели Иисус только любил Иоанна? Он любил всех. Но я думаю, что это был ученик, который особенно любил. Он любил больше, чем другие любил Иисуса. И когда он любил Иисуса, он эту любовь, большую любовь Иисуса, он чувствовал. И он назвал себя, я тот ученик, которого любил Иисус. Я ничто, это Он меня так возлюбил. Все мои действия, вся моя святость, все мои добрые дела, вся моя вера, если она с любовью. Это слава Богу. Это самое важное, что мы должны взять в дорогу. Как мы придем к Нему, приступим к порогу вечности, а у нас любви не было. Дорогие друзья, не забудем взять с собой в дорогу любовь. Любовь – это совокупность совершенства. Это самое важное. Пусть Господь поможет нам любить Господа в ответ. Со своей стороны Господь доказал свою любовь тем, что Он отдал Своего Сына на смерть. Знаете, написано, что самая большая любовь, когда если кто положит душу свою за друзей. А Иисус Христос умер за нас, когда мы были еще грешниками. За нас недостойных. Ничего хорошего не было в нас. Никаких добрых дел. Он нас по Своей любви спас, искупил, умер за нас, пострадал. И хочет, чтобы мы любили Его. Как Христос, так и вы. Как Христос, так и я. Этого хочет Господь от нас. Этого Господь хочет от меня. Пусть Господь поможет нам поставить себе в сердце такую цель – любить, любить Господа, любить окружающих. Конечно, Господа может быть легче любить. Можно говорить хорошие слова по отношению к Господу. Можно в молитвах красиво молиться к Господу. А вот как быть с братом или с сестрой, которая, может быть, что-то делает мне плохо? Нужно любить. Нужно любить. Любовь – это сильное оружие. Мы не можем побеждать зло злом, но зло побеждается добром. Зло побеждается любовью. Пусть Господь поможет нам в этом и благословит нас, и утвердит нас, и укрепит, и усилит эту любовь, которая в нас, чтобы она горела, чтобы она не была потухшей, чтобы она не была холодной, как в последнее время, как это было, может быть, в логинейской церкви, которые были не горячие, не холодные, а были тепленькие, довольные собой. Да поможет нам в этом Господь. И пусть Он будет прославлен через нашу настоящую христианскую жизнь, через нашу любовь. Ему слава за все. Аминь. Аминь. Он не ответил, Утешил я, И дал в душе покой. Он вызывал, Иди меня, Когда заблудился в пути. Он не ответил, Не бойся я, Я с тобой готов лети. Я не просил богатства, Но Он мне подарил Луну и звезды, Солнце небо И сказался враги. Благодарю я Господа За милость Его в каждом дне. Он приходил, Когда я взывал И легче было мне. Придет и к тебе Только поздравить, Придет вечный Бог любви. Благодарю я Господа За милость Его в каждом дне. Он приходил, Когда я взывал И легче было мне. Придет и к тебе Только поздравить, Придет вечный Бог любви. Мы братьев и сестер не выбираем, А выбирает их Господь для нас. Когда-нибудь в небесном чудном рае Мы будем с теми, С кем мы здесь сейчас. Пусть в прошлом ошибались очень много, Но в Духе Божьем мы сейчас живем. Мы верили в свой путь живому Богу, И вместе к вечной жизни мы идем. Мы очень друг на друга не похожи, Манеры, внешность разные у нас. Пусть в чем-то мы не сходимся, Но все же, Сказал Он, по любви узнает вас. И если нас Господь родными сделал, То мы друг друга так должны любить, Чтоб люди, увитав любое наше дело, Сказали, вот, Христа ученики. Аминь. Аминь. Субтитры создавал DimaTorzok 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 Пусть даже в жизни тьма или гроза, И мне сокрыть, Господь, твои глаза. Ты смотришь в уши мне глазами неба, Твой взгляд везде встречаю, где б я не был. Пусть даже в жизни тьма или гроза, И мне сокрыть, Господь, твои глаза. И мне сокрыть, Господь, твои глаза. Субтитры создавал DimaTorzok Догорала свеча годов, Наступила уйти пора. Старичок без излишних слов На закат уходил со двора. И когда у ворот стоял, Белый ангел к нему взлетел, Улыбнулся и вдруг сказал, Я тебе показать хотел. Видишь поле и белый снег, И следов по рыбе. На нем это жизненная человек, И по жизни мы шли вдвоем. Присмотрелся к следам старик, И спросил, почему порог. Самый трудный и горький миг Исчезает, вдруг слеет втором. Трудный час ты меня бросал, И один я шагал снега. Он был тихо в ответ сказал, Нет, я нес тебя на руках. Видишь поле и белый снег, И следов по рыбе. Это жизнь твоя человек, И по жизни мы шли вдвоем. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Приветствую вас, братья и сестры, дорогие друзья. Это, наверное, все мы ожидаем такого прекрасного вечера, когда никакие вопросы, никакие планы нас не беспокоят. Я сам тоже с удовольствием соглашаюсь проповедовать вечером. Потому что утром, когда проповедует последний проповедник, каждый уже думает, в какой магазин или в какую столовую пойти обедать. Кто-то приглашен в гости и размышляет, может быть, недостаточно важный подарок купил. А кто-то пригласил гостя и думает, все ли готово. И вот эти переживания, третью проповедь почти выставляют за всякие границы восприятия. А вечером, когда уже мы успокоились, может быть, в какой-то степени уже устали, тем не менее, это приятное время, когда проводим вместе. Пусть Господь благословит нас в этом. Есть универсальный дефицит, я об этом говорил как-то, здесь уже продолжение следует. Универсальный дефицит, который охватывает всех людей и все поколения. Кому-то не хватает здоровья, кому-то не хватает знания, чтобы сдать успешный экзамен, кому-то не хватает условий, в которых он живет, чтобы он достиг своей цели. Но все это, или под всех этих причин кроется один универсальный дефицит, нехватка времени. И вот было бы время, тот или другой студент подготовился бы к экзамену и не переживал бы, знал бы, что сдаст, отлично. Было бы время, мы бы не переживали, что у нас нет денег, чтобы приобрести ту или другую вещь, мы бы просто заработали деньги и купили то, что необходимо. Было бы время, мы бы достигли своей цели, даже если к этой цели был бы путь до горизонта. Было бы время. И вот я думаю, что мы имеем прекрасную возможность рассматривать некоторые темы о том, как заработать или как умножить это время, как получить это время. Разные рекламы мы встречаем в газетах, в журналах, на экранах телевизоров, что кто-то предлагает, как заработать деньги, кто-то предлагает, как лучше выбрать доктора, как совершить лучшее путешествие. Разные рекламы заполняют нашу жизнь. Не в качестве рекламы, но в качестве истины я хочу предложить вам один метод, как лучше умножить время, чтобы его хватало. Время, в принципе, можно потратить, но приобрести, оказывается, тоже можно. И то время, которое мы проводим с Библией в руках, то время, которое мы проводим в общении с народом Божьим в доме молитвы, это время, похоже, как будто мы сеем, потом оно возрастает в стократном размере. Это по меньшим размерам, а может быть и в тысячном размере. И когда это время, проведенное с пользой для нашей души бессмертной, потом это время складывается и раскладывается, как строительный метр в такую длину, что называется вечность. Вот как можно приобрести время. Вот как можно сэкономить время. Не тогда, когда мы думаем, что вместо того, чтобы в своей молитве упомянуть все имена детей и внуков, я только так скажу, Господи, благослови мою семью. Сэкономили время, да? Конечно. Тогда, когда мы думаем, что времени не хватает подготовиться в чем-то, ну не пойду на собрание. Сэкономили время? Конечно. Но все это обман. И для того, чтобы вам сэкономить время, я тоже предлагаю вам необычно длинный текст, на котором будет построена проповедь. Евангелие от Матвея, 11 глава, с 30 стиха. Иисус еще не входил в селение, но был на том месте, где встретила его Марфа. Иудеи, которые были с нею в доме, и утешали ее, видя, что Мария поспешно встала и вышла, пошли за нею, полагая, что она пошла на гроб плакать там. Мария же, пришедшая туда, где был Иисус, и увидевший его, пала к ногам его и сказала ему, «Господи, если бы ты был здесь, не умер бы брат мой». Иисус, когда увидел ее плачущих, и пришедших с ней иудеев плачущих, сам воскорбил духом и возмутился, и сказал, «Где вы положили его?» Говорят ему, «Господи, пойди и посмотри». Иисус прослезился. Тогда иудеи говорили, «Смотри, как он любил его!» А некоторые из них сказали, «Не мог ли сей, отверший отче слепому, сделать, чтобы и этот не умер?» Иисус же опять, скорбя внутренне, приходит ко гробу. То была пещера, и камень лежал на ней. Иисус говорит, «Отнимите камень». Сестра умершего Марфа говорит ему, «Господи, уже смердит, ибо четыре дня, как он во гробе». Иисус говорит ей, «Не сказал ли я тебе, что если будешь веровать, увидишь славу Божию?» И так отняли камень от пещеры, где лежал умерший. Иисус же возвел отче к небу и сказал, «Отче, благодарю тебя, что ты услышал меня. И я знал, что ты всегда услышишь меня, но сказал сие для народа здесь стоящего, чтобы поверили, что ты послал меня». Сказав это, он возвал громким голосом, «Лазарь, иди вон!» И вышел умерший, оббитый по рукам и ногам погребальным пеленами. И лице его обвязано было платком. Иисус говорит им, «Развяжите его, пусть идет». Тогда многие из юдеев, пришедших к Марии и видевши, что сотворил Иисус, уверовали в него. А некоторые из них пошли к фарисеям и сказали им, что сделал Иисус. Тогда первосвященники и фарисеи собрали совет и говорили, что нам делать? Этот человек много чудес творит. Если оставим его так, то все уверуют в него. И придут римляне и овладеют и местом нашим, и народом. Примерно длинный текст, но я не думаю, что он утомительный, потому что он полезный для нашей бессмертной души, для нашего размышления перед этой трудовой неделей, чтобы мы могли еще раз рассмотреть те события, которые связаны с жизнью Иисуса Христа. Евангелист Иоанн числится среди самых достоверных евангелистов, которые описывают в хронологическом порядке события, связанные с Иисусом. Если рассматриваем евангелиста Матвея, его не было на горе преображения, хотя он об этом пишет. Его не было в Гефсиманском саду, и он пишет о страданиях Иисуса Христа. Евангелист Лука пишет об этих событиях, его тоже там не было. Марк вообще сокращает и в сокращенном виде передает жизнь и служение Иисуса Христа на земле. А вот евангелист Иоанн, который в непосредственной близости был с Иисусом во многих случаях, если можно сказать, всегда, то он удостоился той участи, чтобы передать как очевидец о тех событиях, о которых он повествует. И вот события об умершем Лазаре – это город или селение, Вифания, недалеко от Иерусалима, где проживал Лазарь со своими двумя сестрами. Мы не знаем большую информацию или больше каких-то подробностей об этой семье, только о том, что Христос любил эту семью. И он часто останавливался или заходил сюда, не имея каких-то родственных связей. Но он заходил туда, потому что любил их, и ему было приятно это общение. И однажды он находился на расстоянии. Какое расстояние, где, в каком месте, тоже не описано. В 6 стихе мы читаем 11 главе, что сказано так. Когда уже услышал, что он болен, то есть, что Лазарь болен, то пробыл там два дня, на том месте, где находился. Вот это описание, что на том месте, где находился. Потом мы уже, когда читали текст, находим, что тоже Марфа вышла к нему на том месте, потом Мария пришла к нему. Больше всего внимание наше концентрируется в этом тексте на события, которые произошли. Первое событие – это печальное. Семья имела скорби по причине смерти их брата. Это две сестры, которые скорбели. И мы понимаем, настолько они близки были. Может быть, даже возраст у них был не с большой разницей. Но мышления, переживания у них были настолько идентичны и сплоченные, что они не договорились, как бы читают один и тот же конспект. Мы находим, что в беседе Марфа говорит Христу, «Учитель, если бы ты был здесь, не умер бы наш брат». Такое сожаление, такое страдание выражается в этом тексте, которое описывает, как много она страдала по случаю смерти своего брата. Потом видим, что Мария выходит навстречу Иисусу Христу. Это 32 стих. И она повторяет, как бы, эти слова. Мне удобно мыслить или, как бы, прокручивать такую ленту, о которой не описано, но можно допустить такие мысли, что они в своих переживаниях сели рядом друг с другом и, как бы, не имея силы, потому что страдали одинаково. Утешить друг друга они почти не имели силы. Они одинаковые страдания имели. И, может быть, вместе соединив свои переживания и фокусировав, как бы, на третье лицо, вместе говорили, какая беда, какое горе. Был бы Христос с нами, как некогда раньше. Мы бы представили Ему нашу проблему. И Он бы ее решил. Мы видим полную уверенность в этих двух страдающих сестрах. Они уверены, можно сказать, на все 100%, потому что и одна, и другая заявляет об этом. Учитель, был бы ты с нами, или же, по меньшей мере, пришел бы чуть-чуть раньше, не было бы этого горя. Дефицит времени. Они могли бы сказать, что время причиной всему, что Христос опоздал. Когда мы внимательно читаем этот текст, мы видим, что Христос знал о событиях, которые происходят здесь. Он располагал этой информацией, потому что уже раньше сестры сказали, или послали, третий стих, сестры послали сказать Иисусу, Господи, вот, кого ты любишь, болен. И после сам Христос свидетельствует ученикам своим, что Лазарь, друг наш, уснул. Когда ученики восприняли это как естественный сон, стали успокаивать Иисус, не торопись. Не надо нам туда идти, потому что если уснул, значит, сделается хорошо, он выздоровеет, но тогда Христос поясняет, что слово или этот термин «уснул» выбран весьма символично, чтобы вы поняли, что это наступила смерть. Но для вас я употребил этот термин. Дорогие друзья, мы понимаем, что и ученики, и эти две сестры, которые страдали о своем умершем брате, они имели некоторый дефицит времени. В свое время они не поняли, для чего был послан Христос на эту землю. Давайте прочтем. Хотя в Новом Завете мы многократно находим цитаты из Ветхого Завета, особенно из книги пророка Исаии. Если бы всем страдающим людям, всем скорбящим иудеям, о котором мы читали, что они последовали с Марией ко гробу, чтобы выразить свое соболезнование, сострадание, потому что Лазарь был небезызвестен им. Но всей этой массе людей, которые, на наш взгляд, правильно строят отношения с ближним своим, всей этой массе не хватило времени. Их коснулся этот ужасающий дефицит. Проследите 42 главу книги пророка Исаии. Слово Божье говорит о нем. «Вот отрок мой, которого я держу за руку, избранный мой, которому благоволит душа моя, положу дух мой на него и возвестит народам суд. Не возопьет и не возвысит голоса своего и не даст услышать его на улицах. Трости надломленной не переломит и на курящегося не угасит, будет производить суд по истине». Далее, когда в этой же главе мы читаем уже из 6 стиха, Слово Божье говорит. «Я, Господь, призвал Тебя». Если в первом тексте или в первых пяти стихах Слово Божье говорит от имени Господа через пророческие уста, с 6 стиха мы находим от имени Господа свидетельство в адрес Христа, как бы напрямую говоря с Ним. И он говорит «Я, Господь, призвал Тебя в правду и буду держать Тебя за руку и хранить Тебя и поставлю Тебя в завет для народа, во свет для язычников, чтобы открыть глаза слепым, чтобы узников вывести из заключения и сидящих во тьме из темницы. Я, Господь, это мое имя, и не дам славы моей иному и хвалы моей истуканам». Если бы вот эта вот масса людей внимательно изучала пророческие книги на момент, когда Христос пришел и беседовал с Марфой, проявил вот это свое участие в этом страдании, они бы могли бы вспомнить и сказать, сказать это точно тот, которого мы ожидаем. Произошло же несколько смещений как пластов познания, как иногда мы читаем и знаем, что бывает смещение пластов земли, то есть земля сходит со своего места, верхние пласты. Так у них немножко было смещение в плане событий, люди не могли понять. Когда Христос, 21 стих, 11 главы Евангелия Иоанна, приходит и Марфа встречает его и говорит. Тогда Марфа сказала Иисусу, «Господи, если бы ты был здесь, не умер бы брат мой, но и теперь знаю, что чего ты попросишь у Бога, даст тебе». Иисус говорит ей, «Воскреснет брат твой». Марфа сказала ему, «Знаю, что воскреснет воскресенье в последний день». Иисус сказал ей, «Я есть мы воскресенье и жизнь, верующий в Меня, если и умрет, оживет». До этого текста мы видим беседу Иисуса с Марфой. И Марфа свидетельствует о своем знании, и это знание действительно имело место на библейских принципах, что Бог всесильный, и Христос, чего не попросит, у Бога Отца получает. Марфа подтверждает об этом, ей бы стоять за этой кафедрой и убеждать нас, что Христос – посланник от Бога. Но в этот момент, когда она беседует с Иисусом, проявилось некоторое смущение, некоторое сомнение, и она выставляет на первый план как бы веру свою, но не в полном объеме. Она говорит, что верю в то, что воскреснет мой брат в воскресенье в последний день. Эту информацию она получила. Может быть, в беседе с Иисусом прежде, когда Он бывал в их доме, или же читая ветхозаветные книги. Но она была убеждена, что наступит воскресенье из мертвых в последний день. В том, что воскреснет ее брат, по слову Учителя, здесь ей веры не хватило. И тогда, когда повторно она приходит у гроба, уже когда Христос был готов проявить силу Божию на деле, для того, чтобы все присутствующие здесь еще раз убедились, что Он посланный к Божий, Марфа переступает границы и даже делает следующий шаг ошибочный и останавливает Христа, говорит, «Учитель». Может быть, не надо? Уже четвертый день, как в огробе, уже запах неприятный. А ну подумай, взвесь. Я не хочу возбуждать вас в дух осуждения Марфы, стать на ее положение, вряд ли кто-то из нас поступил бы лучше. Вряд ли кто-то из нас проявил бы большей веры, достаточной для того, чтобы Христос похвалил, как некогда других, и сказал бы, «Такой веры я не встретил даже в более почтенном городе». Но сегодня мы останавливаем свое внимание на том, что Марфа, при всем том, что у нее была ограниченная вера, она получила то, что было угодно Господу. Он проявил свою божественную силу. Следующий момент, на чем я хотел бы обратить ваше внимание, дорогие братья и сестры, о том, что молитва Иисуса Христа, свое обращение к Господу, имеет два этапа. Первый этап, когда Христос молится и говорит как бы в адрес Господа. «Отче, благодарю Тебя, что Ты услышал меня». Люди, которые слышали это воззвание, эту молитву, могли бы в недоумении переспросить друг друга. А когда он раньше молился? О чем он просил? Что было сказано им? Неужели мы что-то пропустили, были невнимательны? В чем содержание его молитвы прежде? Что он уже решился благодарить, что Господь уже услышал? Для нас, людей, которые помещены в коробку отрезка времени, этот дефицит бывает. Но у Бога времени нет прошлого, нет будущего. Поэтому Христос говорит Господи, живя в этом неограниченном пространстве, неограниченном времени, вечно пребывая с Тобою, я знаю, что Ты услышал меня. И услышишь. И тогда он говорит, «Но сказал сие для народа, здесь стоящего, чтобы поверили, что Ты послал меня». Люди, которые присутствовали на этом необычайном событии, не все верили, что Христос посланник от Бога. И Христу было необходимо именно в таком содержании изложить свою молитву в первом плане, чтобы благодарить Господа за то, что Господь услышал его. Во втором плане, для того, чтобы убедился народ, что он посланник Божий. И он как бы оправдывается перед Богом Отцом, говорит, «Господи, я знал, что Ты услышишь меня, но сказал это для них, чтобы они услышали и убедились, что я посланный Тобою». О котором пророк Исаия говорит, что я могу сделать то, что в воле Твоей, исполнить волю Твою. И пророк говорит, если посланник от Бога придет, он будет иметь силу воскрешать мертвых, хромых исцелять, слепым открывать зрение, он будет обладать этой силой. Какой дефицит времени у людей был тогда, они не имели достаточно времени вникнуть в пророческие книги. Последнее, что я хотел бы обратить внимание, дорогие братья и сестры, Христос в своем действии не только нуждается, сколько хочет задействовать людей. И в данном случае я вспоминаю, когда мы проходили в библейской школе, вот это хронологическое исследование событий, связанных с жизнью Иисуса Христа, у нас даже стал вопрос, почему Господь, который может приказать мертвому без признаков жизни выйти вон и вернуть его к жизни, не мог также одним словом сказать, чтобы этот камень был отвален. Почему ему надо было задействовать людей в том, чтобы был отвален камень? Ответ был одинаков. Для того, чтобы проверить, насколько они доверяют Господу и готовы поверить в то, что он может одним словом вызвать Лазаря вон. Действие твое и мое в том плане, когда Господь хочет проявить свою силу божественную очень необходимо. Поэтому просьба моя в этой проповеди заключается в том, чтобы мы предоставили себя Господу, чтобы Он употребил нас в том плане, в котором Он хочет совершить. В деле Своем Христос любит действовать с кем-то, тогда, когда хочет утвердить в нас веру, тогда, когда желает поднять наш уровень выше и выше, чтобы мы уподобились Ему, чтобы мы соответствовали тому, какими хочет Он нас видеть. И Господь повелевает людям. Без разницы. Или по жребию, или по смелости. Отвалите камень! Нам неизвестно имена людей, которые проявили эту смелость и предмет веры, но нам стоило бы подражать Ему, тогда, когда Господь призывает нас на какое-то дело, без сомнения, довериться Ему и идти. Второе событие, которое связано с этим, это Господь говорит уже выше Лазарю, который вышел вон, в полном послушании, в полном повиновении, обращается к людям, которые были удивлены этими событиями, и Он повелевает им. 44 стих. Развяжите его, пусть идет. Господи, ну уж такой экзамен для нас вряд ли кто осилит. Человек четыре дня был в пещере. Совсем непонятное явление и атмосфера для всех живущих, потому что никто оттуда не вернулся, и сам Лазар не писал никакие воспоминания о своих переживаниях. И люди не могли совладеть собой, но при этом в их адрес Господь дает повеление. Развяжите его, пусть идет. Их участие было необходимо. Господь, о котором сказано выше, что люди удивлялись, как он много любил Лазаря, что аж проследился, неужели проявить свою любовь не мог и в следующем этапе, чтобы сам склониться и развязать его. Но он этого не сделает. Он пожелал участия людей. Дорогие друзья, сколько раз Господь ищет такие моменты выразить свое желание, чтобы употребить тебя и меня в своем участии, чтобы повеление его было полезным окружающим, а может в первую очередь тебе самому. В преддверии праздника у многих народов есть такие обычаи давать подарки. Те события, которые описывают время казни Иисуса Христа, говорят, что правитель на то время вспомнил, что по случаю праздника Пасхи у народа были обычаи одного из преступников отпускать на свободу, как бы помилованию по-нашему предъявить. И тогда, когда перед ним привели Христа, правитель говорит, по вашему обычаю правитель был с другого народа, но он по обычаю иудеев предлагает им, вы не хотите, чтобы, соблюдая все каноны и ваши обычаи, и на этот раз я отпустил одного из преступников. Если вы привели Иисуса, это есть возможность отпустить его. Они говорят, нет. Вораву отпусти, а Христа наказь. Я хочу обратить ваше внимание, дорогие братья и сестры, что этот обычай сохранился в христианстве до сих пор. И Христос ищет нас, чтобы мы своему ближнему, брату, сестре, соседу, родственнику дали свободу, развязали те узы, те неприятные отношения, которые между нами есть. Господь сегодня повелевает тебе. Развяжи. Пусть идет. Пусть идет, свободно следуя за Господом. Освободив Его, освободишься сам. Тогда, когда развяжешь то, чем связан твой ближний, ты будешь иметь свободный доступ к Господу, и твои молитвы будут приняты. Другое изложение этого текста сводится к тому, что многие из нас сами связаны, опутаны греховными проявлениями, которые, может быть, для нас и не являются тайной, для Бога это не так. И мы в этих связях, в этих веревках, которые опутали наши ноги, руки, мышление наше, мы не можем мыслить так, как желает Господь, восприять действительность так, как желает того наш Спаситель. И мы опутаны и ходим. Может, Господь кому-то повелевает. Развяжи его. И тогда, когда кто-то подходит и делает замечание и с любовью, тогда, когда указывает на то, чем опутана твоя жизнь, мы говорим, а ты на себя, посмотри, ты что, лучше? Конечно, Лазарь не стал возмущаться, не стал укорять никого, не стал величаться перед тем, кто, склонившись перед ним, чтобы развязать его, он этого не делал. В крайнем случае, об этом мы не имеем информацию, но то, что важно для нас, брать пример, Господь хочет твоего участия, чтобы, если от тебя зависит, по твоей причине, если кто-то связан, развяжи его, пусть идет, пусть идет по этой жизни, свободно прославляя Господа, сними эти повязки с Него, но если эти повязки на тебе самом, то Господь тоже указывает на те места, которые тебя убеждают, что Христос является воскресением и жизнью твоей, развяжи, есть связи, есть повязки, которые поддаются нашим силам, и мы можем их развязать, как правило, тем преступникам, которые накладывают наручники, тем более, если руки сзади навязаны в наручники, он сам их никогда не развяжет, нужен ключ, и нужен посторонний человек, Господь дает тебе и мне ключ любви, ключ добрых отношений, ключ сострадания, примени этот ключ, и в этот период, приближаясь к праздникам Пасхи, развяжи своего ближнего, развяжи своего брата, освободи его, освободись сам, пусть идет, пусть Господь благословит нас, чтобы этот призыв, эти действия дали нам свободу и дали славу нашему Господу, но если кто-то сегодня в нашем собрании чувствует себя опутанным этими связями, опутанными этими пеленами греха и преступлений, и даже если утешаешься, что никто не знает, Господь все знает, и Он тебе предлагает, предайся в руки Божьи, если люди не могут развязать твой вопрос, предстань перед Богом, в молитве раскаяния, призови его, и Он развяжет тебя, развяжет все твои вопросы и переживания, и даст тебе почувствовать радость спасения не во времени, а в вечном изложении. Пусть Господь благословит нас, правильно делает выводы, слушая проповеди, читая книгу Святую Библию, во славу нашему Спасителю, аминь. Мы, вставшие, помолимся. И благодарим Тебя за то, что Ты с раннего утра был с нами, Ты подарил нам прекрасный воскресный день, день Господень, когда мы могли Духом соединяться с Тобою, быть в общении с Тобою друг с другом. Господи, это так радует нас. Мы имели возможность сегодня участвовать воспоминания и страдания Твои, Господи. Это то, что единит нас, как церковь друг с другом и с Тобою нашим Главою небесным. Благодарим Тебя, Господи, за то, что Ты сказал, что мы должны это делать до дня Твоего прихода. И мы ожидаем Твоего пришествия, Господи. Мы ожидаем того момента, когда мы сможем соединиться с Тобой и уже никогда не разлучаться, быть всегда с Тобою нашим Господом. Господи, мы живем этой надеждой, поэтому просим Тебя, удостой нас этой великой чести, помоги нам жить праведной святой жизнью, тогда, когда мы разойдемся отсюда, когда начнутся наши будни, рабочие будни, помоги нам помнить, что святое око Твое над нами, сохрани народ Твой от искушения, от всякой беды, от всякого горя. Господи, благослови нас, благослови нас Твоим благословением, храни и детей наших, и молодежь нашу. Господи, пусть через жизнь нашу и наше служение несется Тебе честь, хвала и слава. Благодарим Тебя за Твою науку, за все, что Ты говорил нашим сердцам сегодня. Господи, что касалось сердца нашего, помоги нам быть чуткими, Господи, чтобы не ожесточить сердце свое, но чтобы сердце наше имело эту добрую почву, чтобы оно было податливым, послушным, чтобы Ты мог каждым из нас пользоваться. Господи, благослови нас, как детей своих, особенно в преддверии этих великих праздничных дней, когда мы будем отмечать Твое славное воскресенье. Господи, благослови наследие Твое, пошли нам в эту радость. Если в чем-то сердце есть это бремя, о чем мы слышали, если кто-то связанный или кого-то другого связал, Господи, соверши эту победу, чтобы действительно нам в радости сердец, со свободными сердцами, с чистыми сердцами, с чистой совестью радоваться в эти праздничные дни. Благослови нас, Господи, тогда, когда мы будем расходиться с этого места. Наша молитва к Тебе о наших болящих друзьях. Мы просим Тебя, особенно здесь, Стру Ирину Гончарову, Господи, и Ты знаешь переживания этой семьи, и мы просим у Тебя милости, благодати и утешения, потому что только Ты можешь утешить и только Ты можешь исцелить. Господи, пусть святая воля Твоя осуществится, и Твой святой божественный план, потому что он наилучший, хотя, может быть, разум наш не всегда с этим соглашается. Мы благодарим Тебя за Твое присутствие и просим, чтобы благодать Господа нашего Иисуса Христа и любовь Бога Отца и общение Духа Святого всегда пребывали с нами. Для подробной информации о наших церковных служениях и мероприятиях посетите нас в сети интернета по адресу www.churchofsalvation.org Да благословит вас Бог! Субтитры подогнал «Симон»